Гормонные растения У растений тоже есть свои гормоны, и они служат несколько необычной цели. Вот у нас есть чувство тела, мы понимаем, как расположены руки, ноги, можем в темноте достать кончик носа, почесать пятку, убедиться, что пятка на месте, что там вот она что-то воспринимает. Представьте себе растение, вот оно стоит с листьями, с ветками, не может нагнуться к корню, почесать, пощекотать, посмотреть, корень на месте или нет. Так же и корень, он растет, растет и не понимает, есть там вот надземная какая-то часть или ее нет. И вот чтобы распознать вот эти части, растение выделяет специальные сигнальные вещества, они называются гормонами. Каждый орган выделяет какой-то свой гормон. Вот мы знаем, что растение состоит из стебля, корня и листа. Стебель посылает свои сигналы, которые ученые называют ауксины. Если вдруг что-то со стеблем случилось, ну например, пришла корова, съела верхушку какую-нибудь, то это означает, что уровень ауксина сразу падает. Растение понимает, что-то произошло со стеблем. Точно так же корень посылает свой сигнал, он называется цитокинины. Эти цитокинины говорят о том, что корень растет хорошо, все нормально, можно жить, и значит корневая система всех обеспечит водой, минеральным питанием. Если уровень цитокинина упал, значит у растения кто-то повредил корень, он там порвался или там кто-то его обгрыз. Ну и точно так же листья выделяют свои гормоны, которые называются гибериллины. Чем лучше развиты листья, чем больше этих листьев, тем соответственно больше этих гибериллинов вырабатывается в растениях. Ну такое немножечко крученое название, почему оно такое, мы потом немножечко позже поговорим. Кроме того, растение должно воспринимать какие-то стрессы. Ну например, растению холодно, или его забыли полить, или там посолили автостраду, и пошла соль. Растение об этом должно тоже как-то узнать, и оно вырабатывает специальный тоже гормон, который говорит об этих типах стресса. Он называется абсцезин или дармин. Этот же гормон контролирует покой растений. То есть если засуха действует долго, то растение переходит в состояние покоя под действием этого же самого гормона. Другой тип стресса – это биологический. Когда приходит какая-нибудь корова, она начинает жевать растение, растение чувствует, что ему как-то больно, неприятно. Вот этот вот механический стресс в сочетании с биологическим стрессом, с инфекциями, вызывает синтез гормона этилена. Соответственно, этилен – это такой сигнал о том, что растение повреждают, его как-то вот стрессируют. А этилен контролирует листопад. Это такая дополнительная функция. На самом деле, есть еще очень много веществ, которые, ну, как бы, придают такой нюанс сигнала. Но мы вот познакомимся с основными вот этими вот пятью. Конечно, у растения есть иммунитет. И растение должно взаимодействовать с другими организмами. Например, при инфекции в ранку попадают вещества, которые называются элиситеры. По ним растение узнает, что случилась инфекция и включает реакцию иммунитета. Есть вещества растительного происхождения – стригалоктоны. Они приманивают из почвы микоризообразующие грибы. Если корень голодает, то он может себе приманить таких вот симбионтов. Ну, и, наверное, все знают, что бобовые образуют клубеньки с азотофиксирующими бактериями. Вот такие клубеньки нарисованы. Зеленая стрелочка, что вот на корнях выросли клубеньки. Тоже, чтобы образовать клубеньки, нужно послать какие-то сигналы и провзаимодействовать с разными организмами. Таким образом, химия растению нужна для того, чтобы, с одной стороны, ощутить свое тело, с другой стороны, понять, нет ли какого-нибудь стресса, и как-то повзаимодействовать с полезными или, может быть, вредными организмами, включить иммунную реакцию или, наоборот, образовать симбиоз. Очень долгое время люди считали, что растение вообще ничего не чувствует. И когда Карл Линей писал свое произведение, описывающее все-все-все существа в натуре, то он разделил их на три царства. Царство минералов, там камни, и они могут только расти, как писал Линей. Растения не просто растут, они живут. Ну, понятно, что если растение перестать поливать, оно засохнет, и дальше уже жить не будет. Но считал он, что совершенно ничего не чувствует. А вот животные – это те, которые растут и живут, и чувствуют одновременно. Ну, и на самом деле, если вы посмотрите на русский язык, как он обращается с разными словами, то окажется, что к растениям применяется вот как бы такое неодушевленное всякие понятие. А если это животное или человек, то уже отвечает на вопрос там кто. Кто там? Собака, кошка. Но зато что, береза там или дуб? То есть мы одушевляем невольно вместе с собой животных, а растения считаем неодушевленными, значит, ничего не чувствующими. То есть это вот представление, оно тянулось очень-очень из глубины веков. Поколебать это представление смог Чарльз Дарвин. Вот он перед вами есть. Что сделал Чарльз Дарвин, кто помнит? Теорию эволюции. За теорию эволюции его очень сильно ругали. Он подавал, чтобы стать академиком среди зоологов, и ему не дали профессорского звания, не дали академика-зоолога, потому что все не любили теорию эволюции. Хотя для зоологии он сделал очень много. За то, когда он подал на ботанику, его охотно приняли. То есть вот ботаники как-то Линнея приютили, то есть Дарвина приютили, благодаря тому, что он написал очень много книг о растениях, которые, в общем-то, эволюции не касались. Когда он приехал в Великобританию, вокруг были болота, и он нашел на них камоядное такое растение, россянку. Вот оно совсем-совсем маленькое, вот примерно такое, росточком. И стал изучать, а что оно чувствует. Вот если на серединку листа положить, то он закрывается. А если там его щекотать где-то с краешку, то он ничего не чувствует, этот лист. Дальше он пытался обмануть россянку. Складывал камешек и смотрит, съест она его или не съест. Она так чуть-чуть закроется, а потом выплевывает камушек, обратно растопыривается и не хочет. Щепочку не ест, кусочек крахмала не ест. А если взять, допустим, кусочек мяса или сыра, то тогда россянка закрывается и переваривает. Это просто очень удивило Линнея. То есть Дарвина он стал пробовать разные факторы. Стал нагревать, охлаждать эти листья, смотреть, на что они реагируют, на что они не реагируют. И написал целую книжку о насекомоядных растениях. Когда эта книжка вышла, это был шок для общества. Вот здесь перед вами россянка, которая закрыла листочек и кого-то пытается переварить. И вот здесь попытки Дарвина обмануть это растение. Капелька минеральных веществ полностью все закрылось. Кусочек мяса оно, значит, закрыло, кусочек мяса съедает. И вот эти открытия просто ошеломили общество, и люди поняли, что растения, в общем-то, живые. А представить себе, что растение может кого-то съесть, было совершенно невозможно. А тут вот фантазия очень разыгралась. И такой вот фантаст Герберт Уэллс написал даже небольшой рассказ «Странная орхидея». Вот иллюстрация тех времен. Орхидея с помощью запаха заманивает в дальний угол оранжереи своего хозяина, и потом бросается на него из горшка, втыкает в него свои листья, начинает пить кровь. Ну, в те времена снимали немые фильмы, наверное, все знают, да? Впервые снят немой фильм, где деревья оживают, наполняют город. Там вот сплошной день трифидов. После Дарвина уже как бы стали одушевлять растения и приписывать им даже, может быть, немножко свойства, которых и не было. Но, по крайней мере, никто не сомневался, что растения что-то чувствуют и в ответ на свои чувства что-нибудь такое вот отвечают. Растения умеют считать. Это было показано на винириной мухоловке. Ее тоже исследовал Чарльз Дарвин. Видите, у нее есть разные щетиночки. С краю реснички есть и в серединке. Вот в серединке находятся чувствительные щетинки. Как только насекомое попадает, лист сразу же складывается. Это винирина мухоловка. Но, может быть, просто капелька дождя упала, а вовсе никакая не насекомая. Что, вот ловить капельку дождя? Нет. Лист считает, ну, как минимум до двух. Надо в течение еще следующих 20 секунд второй раз пощекотать, и тогда лист сработает. А лучше всего пощекотать раз пять. И тогда уже лист просто сомкнется и начнет сдавливать жертву. Ну, несмотря на то, что это мухоловка, мух она ловит нечасто. Это примерно 5% добычи. В основном туда попадаются пауки, муравьи ползающие и неуклюжие кузнечики, которые случайно туда впрыгивают, и их может винирина мухоловка захватить. А муху поймать таким механизмом довольно сложно. Ну, естественно, что Чарльз Дарвин заинтересовался вопросом, что еще чувствуют растения, кроме прикосновения и чувства вкуса. Ну, было совершенно очевидно, что если осветить растение сбоку, то оно к солнцу потянется, и, соответственно, оно должно будет вот так вот куда-то наклониться и правильно расти. И Дарвин задался вопросом, а где же тот самый глаз, которым растение воспринимает свет? Ну, какая самая простая идея? Надо взять повязочку какую-нибудь и закрыть определенную часть. Если там, например, нам на грудь навязать повязку, то мы все равно все увидим, а если на глаза, то уже будет не видно. Ну, или если на пояс повязку сделать светонепроницаемую, то тоже нам будет все видно. Вот так примерно рассуждал Чарльз Дарвин. Он смотрел, как изгибается растение, и выяснилось, что оно изгибается в такой вот зоне, которая находится под апексом. Под верхней частью это такая зона изгиба. Ну, первая идея, что надо сделать? Взять эту зону изгиба и завернуть какой-нибудь черной тряпочкой, поиграть в жмурки с растением. Увидит или не увидит? Оказалось, что в таком варианте опыта оно все равно видит, где свет, хотя так вот оно закрылось. А вот если закрыть самую верхушку, несмотря на то, что зона изгиба хорошо освещена сбоку, никакого изгиба не происходит. Ну, растение могло, конечно, жульничать и подглядывать через тряпочку. Это, конечно, нечестно, и надо было проверить, честно растение играет или нет. Тогда Дарвин взял такую же тряпку, полностью закрыл растение и убедился, что через эту тряпочку растение не подглядывает и не может наклоняться в сторону света. Удивительное оказалось дело, да, что глаз у растения находится на макушке, а чуть-чуть пониже происходит изгиб. Что это означает? Это означает, что в зону изгиба из верхушки идет сигнал. Ну, и Дарвин предположил, что это какое-то вещество, которое плывет из верхушки вниз. Ну, дальше стали это вещество ловить, потому что мало ли что это могло быть. Могло быть, как у нас, нервы там какие-нибудь могли быть, которые посылали сигнал в зону изгиба. Может быть, клетки давили друг на друга по-разному и толкали, и получился вот такой сигнал. А может быть, это сфокусировалось, как в линзе, и попало на эту зону в виде такого фокуса лучика света. Ну, чтобы проверить, надо было взять макушки, поместить вот на такую чашку Петри, она срезанная, на поверхность с агаром. Агар – это такое вещество, которое делает раствор твердым. Ну, например, все знают мармелад, да? Мармелад готовится с помощью агара. Хотя в нем где-то примерно 1-2% агара, но он нам кажется твердым, хотя основная жидкость там вода. Вот он делает такой вот твердым раствор. Апексы жили какое-то время на поверхности и выделяли в среду вещества, ну, самые разнообразные. Дальше убрали собственную верхушку и взяли кубик такого агара. Положили немножечко сбоку, чтобы вещества распределялись неравномерно. Ну, вот здесь у нас мы видим, что слева побольше этих веществ, справа поменьше. Ну, и даже если не было света, происходил изгиб. Ну, возможно, это просто кубик, который давил на поверхность, поэтому надо было взять еще чистого агара без всяких верхушек, положить точно такой же кубик наверх и убедиться, что кубик своим давлением ничего не вызовет. Ну, после этих опытов было очевидно, что есть какое-то вещество. Какое вещество было, непонятно, но его назвали словом ауксин. От греческого слова аукса расту. Ну, такой растин или растишка, можно сказать, такой растительный гормон роста. Как вы думаете, а почему вот такой эффект? Почему растение изгибается? Наверное, когда агарь был на агаре, туда попадал свет, и оно выделило жидкость. Растение, оно, вы понимаете, оно не разумное, и поэтому то, что мы агарь выложили, он взял ауксин, ауксин и подружку. А этот опыт можно было проводить в полной темноте. Открою такой еще секрет. Неравномерно, и что они должны вызывать, чтобы изогнулось? Сжимание. Если бы сжалось в том месте, где мы положили кубик, то отклонение было бы в сторону кубика. Значит, оно что делало? Наоборот, вызывало рост. Поэтому-то и назвали вещество ауксин. Клетки росли, с той стороны они росли больше, и получился изгиб. Понятно, да? Почему такое название дали? Вот это вещество открыли венте холодной, оно называется ауксином. Ну, дальше стали исследовать, нет ли в растении какого-нибудь вещества, которое вызовет такой же эффект. Ну, и в конце концов, обнаружили самый главный ауксин, он называется индолилуксинная кислота. Это вот перед вами такая структурная формула. Синенький – это азот, зелененьким обозначен углерод, красенький – кислород. А такие мелкие-мелкие, голубенькие шарики – это водород. Это самый-самый главный ауксин в растении. Ну, кроме главного, есть еще и неглавные ауксины. Ауксин двигается по растению строго в определенном направлении, от макушки к корню. И это направление всегда выдерживается. Мы можем повалить растение, и перевернуть его кверх тормашками. Все равно ауксин будет от кончика побега к кончику корня плыть. Это позволяет растению всегда чувствовать, где корень, а где побег. Если мы случайно отрежем растение и перевернем кверх тормашками, то корни вырастут сверху, а побеги вырастут снизу. Оно все время будет помнить, где были корни, и все время будет помнить, где была голова. Вот благодаря тому, что эндолилуксусная кислота движется через все клетки всегда в одном и том же направлении. И движется вниз. Ну, вниз по растению, да? Потому что низ – это кончик корня. Таким образом возникает вот такое вот чувство, где и кто находится. Как отвечают клетки на ауксин? Они отвечают по-разному в зависимости от того, где находятся. Ну, с одной стороны, надо питать то место, которое выделяет ауксин, потому что это кончик побега, ему надо расти, и это называется аттрагирующий эффект. Аттракцион – это что такое? А? Не развлекательное даже, а привлекательное. Аттракцион – это привлечение. Вот привлечение питательных веществ – это аттрагирующий эффект. Можно растение обмануть. Например, ауксином намазать лист. В норме лист отдает питательные вещества, а тут растение подумает, что надо кормить вот эту часть, из которой идет ауксин. Ну, дальше рост растяжения. И изгибание в сторону света или в сторону силы тяжести, неравномерный рост. Дальше появляются проводящие пути. Древесина и луп, или камби, то есть, из прокамби ксилема появляется. Если боковая почка чувствует, что сверху все хорошо растет, то, значит, она временно покоится и спит. Это позволяет регулировать рост растения. Ну, кроме того, утолщаются ветки в зависимости от ауксина, и чтобы получше накормить побег, образуются корни. Таким образом, куда бы ауксин ни пришел, он вызывает эффект. Но на каждом уровне эффект свой. Зависит от тех клеток, которые получили сигнал. Он очень хитро делает. Он доходит до кончика корня, а потом обратно механизмом обратного фонтана отправляется чуть-чуть выше. Ну, его потом обратно загоняет. И получается, как бы фонтан только перевернутый кверх тормашками. Вот представляешь, да, себе струю фонтана. Вот представь, что струя ауксина, она распределилась и падает вниз, а там какой-то моторчик, который опять его гонит. Только это надо вот перевернуть кверх тормашками, и это будет кончик корня. То есть он не выходит наружу, он вот так вот, его все-таки дальше стараются перераспределить. Вдоль потока ауксина появляются жилки. Ну, наверное, про жилкование все по ботанике помнят, да, что жилкование там параллельно бывает, сетчатое, еще там какое-то. Оказывается, что очень рано в развитии на листе нет никаких жилок, а в нем начинаются потоки ауксина. Вдоль потоков ауксина потом прочерчивается жилки. Можно сказать, что ауксин создает такой чертежик проводящей системы. Ну, как себе это представить? Вот эти кончики были источниками ауксина, ауксин отправлялся дальше, потоки смыкались друг с другом, и получилась вот в данном случае такая вот сетчатая проводящая система. Ну, растение с помощью ауксина может наклоняться к свету. Это было понятно из опыта Дарвина. У растения есть два типа реакций. Это реакции на очень маленький свет и реакции на такое вот хорошее освещение. Если света очень мало, то нужно просто так вот лечь на грунт и ползти в сторону света быстро-быстро, для того, чтобы так по-пластунски скорее-скорее, чтобы к этому лучику выбраться, иначе не выживешь. А если света в принципе много, но вот там немножечко светлее, то можно так немножко так наклонить благородно к свету голову и расставить свои листья в этом направлении. Здесь вот как раз такая вторая реакция, что в принципе светло и растение чуть-чуть так вот наклонилось. Ну, когда стали исследовать, а что же происходит с ауксином, то оказалось, что ауксина скапливается побольше на темновой стороне, а на световой стороне его становится меньше. За счет этого проявляется эффект растяжения, который мы обсуждали. Там, где свет растягивается меньше, а там, где темно, растягивается больше, и растение наклоняется к свету. Ну, вот здесь эксперимент, который позволяет выявить ауксин, это такое вот синенькое окрашивание. Видно, да, вот в этой области немножечко синее. Это растение посветили светом сбоку, и ауксин собрался на теневой стороне. Ну, эффект на боковые почки, который называется апикальное доминирование. Пока растет главный побег, боковые почки спят. Это вот показано крестиками. Как только пришел человек с ножницами и срезал верхний побег, сразу же первый почувствует, это какая почка? Которая самая верхняя, да? Видите, вот это вот почувствовала, а вот здесь почка не почувствовала. И вот она первая решила расти и сняли это апикальное доминирование. Ауксин широко применяют в домашнем цветоводстве, на дачах, для того, чтобы усилить укоренение растений. Ну, я надеюсь, что вы видите, где обработанное растение, где необработанное. Виден эффект, да? Вот там, где лежит препарат, там оно обработанное. Если внимательно почитать, что там мелким шрифтом написано, написано аналог гетероауксина. Это, кроме самого главного ауксина, там есть еще немножечко других. Это промышленная такая смесь, достаточно дешевая, которую можно использовать для таких вот вещей, как ускорение укоренения. Ауксином стимулирует рост плодов. Вот, посмотрите на эту земляничину. Стрелочкой показаны мелкие-мелкие орешки. А рядом орешки более крупные. Видно, да? Мелкие орешки, мелкие почему, давайте подумаем и придумаем. Причина другая. Ауксина мало, это следствие. А? Ее меньше орешки, это правда на свете снах нет. Нет. Что бы получился? Ага. Тоже причина со следствием перепутана. Дело не в темноте. Чтобы завязался плодик орешек, нужно что? чтобы опылилась, чтобы пчела правильно проползла и намазала лапами пыльцу на пестик. И тогда будет орешек. А местами она могла не проползти. И тогда орешек будет пустой, без семени. Развивающееся семя дает ауксин. Этот ауксин отправляется в земляничину и земляничина начинает разрастаться в этом месте. И растение понимает, вот раз тут есть в этом орешке ауксин, значит туда надо подать питательные вещества. А там, где пустые орешки, там и кормить незачем. Поэтому там не разрастается земляничина и получается деформация. Деформация настолько сильная, в верхней части, обратите внимание, земляничина аж лопнула из-за неравномерного роста. То есть она кормила одну часть, а другая часть не росла и поэтому земляничина лопнула. Конечно, это очень неудобно для сельского хозяйства, поэтому, чтобы сделать красивую-красивую ровную землянику, даже без пчел, ее в сельском хозяйстве неоднократно обрабатывают раствором ауксина. Вырастает земляничина, большая, прибольшая. Ну, наверное, все в супермаркетах видели, какая она большая, ровная там и так далее. Но мы обманываем растение. Так бы оно как бы умеренно питало это все, а так приходится много энергии тратить на рост. Получается земляничина кислая, менее сахаристая, менее душистая. Ну, в общем, мы обманули растение, но зато она крупная и красивая на вид. Если дать очень много ауксина или дать синтетические аналоги гормонов, то будет вот что. Слева это необработанное растение контроль, а справа видите, что из семян выросло. Что-то коротенькое с еще более коротким корнем и в конце концов оно может погибнуть. Это называется гербицидное действие. Гербицид это вещество, которое убивает растение. Вот ауксин в большой дозе может оказаться гербицидом. Это использовали в частности во время военных действий во Вьетнаме американская армия. Они хотели увидеть, как перемещаются партизаны, а под тропическим лесом, под полгом не видно, листья все закрывают. И тогда было придумано, что надо с самолета распылять такой вот агент, он имел оранжевый цвет и условно назывался агент оранж. И этот агент оранж распыляли над лесом, обваливались листья и можно было следить за партизанами. Но не учли только одного, что на самом деле это очень вредные вещества были там использованы. Они вызывают ожоги кожи, соответственно и свои американские солдаты под это попали, и вьетнамские солдаты, и мирные жители под это попали. Потом они действуют на печень, действуют как мутаген, вызывают мутации, смываются в реки, в моря и долго время сохраняются в почве. Поэтому можно сказать, что это была такая экологическая война, она очень тяжелая, с тяжелыми последствиями, до сих пор в Вьетнаме рождаются дети оранжа, дети с разными уродствами, то есть от тех родителей, которые, когда были маленькие, попали под действие этого агента. То есть это военное применение, очень печальное, но о нем тем не менее надо знать. Цитокинины это гормоны, которые посылает корень. их открыли в связи с тем, что очень хотели научиться выращивать клетки растений в искусственных условиях. Ну, что для этого надо сделать? Вкусную, вкусную питательную среду, туда сахара, витаминов, минеральных веществ, которые растение любит, и кусочек ткани растения в надежде, что оно поделится. Ну, досыпали туда ауксина, складывали, пусть клетки растут, его уже открыли, и клетки чего-то не хотели расти. Вот все повторяет опыт, он не растет, повторяет опыт, он не растет. Тогда возникла безумная идея, а вдруг клеткам не хватает ДНК? Про ДНК только начинали писать, что это такое ДНК у нас? А зачем она нужна? Вот, в ней записаны гены, да? Тогда это никто не знал, знали, что это какое-то вещество, что оно как-то несет наследственность. Как несет, еще пока не знали. Идея совершенно безумная, а вдруг клеткам не хватает ДНК? Ну, стали складывать препарат ДНК, что-то он у нас не получился, вот красенькая это ДНК, а красенькая она потому, что случайно перепутали режим приготовления среды, и ДНК перегрелось, поэтому вот я хотел накрасить красным, но что-то у нас компьютер не воспроизводит. И вот если добавлять перегретой ДНК, то тогда клетки вырастают в бурную каосную массу. Ну, вот, чтобы это себе представить, это вот такая вот бесформенная масса клеток, похожая, как бы, как сахаром обсыпанная, и клетки делятся в разные стороны, ползут посреди, и это происходит достаточно быстро. Ну, выделили вещество, которое при этом образовалось, оказалось, что оно очень похоже на основание ДНК, одно из оснований на аденин, и назвали гормоны цитокинины, цитоклетка, кинезис, деление. Ну, вскоре из растения были выделены очень похожие вещества, оказалось, что они при нагревании исчезают из среды, и поэтому опыты не получались. А вот при перегревании ДНК такие вещества как раз присутствовали. Ну, эффекты почти такие же, только зеркально-симметричные. Если растение видит источник цитокинина, то его надо кормить, причем кормить сахаром, потому что это кончик корня, ему надо расти. Вот тот же самый отреагирующий эффект. Если много корней, то много цитокинина, новых корней не надо, новые корни не образуются, тормозится рост боковых корней. Ну, дальше усиливается стебель, ствол, чтобы лучше был обмен между верхней и нижней частью. Дальше появляются проводящие пути, причем проводящие пути, которые ведут вниз, это флоема или луб. Боковые почки могут проснуться, потому что корень работает хорошо, он их вполне может питать. Устица под действием цитокинина открываются. Если вода пришла из корня, то в ней есть немножко цитокинина, и лист понимает, это вода из корня, можно ее спокойно испарять. Ну, совместно с ауксином они обеспечивают деление клеток. Оказывается, что цитокинины способствуют синтезу хлорофила. Вот это томаты, которые опрыскали раствором цитокинина. Видите, да? Там, куда попало, плоды стали зеленые, а там, где не попал цитокинин, плоды созрели и стали красные. Вот такие вот неожиданные плоды. Если мы возьмем желтеющий лист и обработаем его цитокинином, то тогда он останется зеленым. Вот перед вами такой опыт, генно-инженерный, правда, где при старении листа начинается образование цитокинина. Только лист собрался состариться, образуется цитокинин и синтезирует хлорофилл. Он не отваливается. Потом он поживет, поживет, опять решит состариться. В нем опять вырабатывается цитокинин, и он опять продолжает рост. Ну, вот у нас такая была старенькая профессора, у которой взяли интервью по поводу цитокинина. Ну, и она рассказала, что цитокинины это гормоны омоложения. Если стареющий лист регулярно обрабатывают цитокинином, то он сохраняется зеленый, молодой, свежий. Хорошо, сказали и репортеры, и написали статью. С одной стороны про цитокинины, а дальше статья продолжалась так. Была старая-старая обезьяна, и рядом красивая молодая девушка. И было написано, что вот в Африке есть племя, в котором одна старуха жила до трехсот лет, а потом уходила девушкой. Наверное, она употребляла цитокинины, гормоны омоложения. И, значит, профессор, когда почитала, вот она это не рассказывала, она была в полном шоке и ужасе, поскольку ничего такого не было. Но история имеет продолжение. Кто-то прочитал эту заметочку в газете, причем из тех, кто производит косметику, и теперь на некоторых кремах пишут с добавлением гормона молодости цитокинина. Ну, девушки должны знать, что если вы намажетесь гормоном молодости цитокинином, то тогда вызовем мы эффект биосинтеза хлорофила. И приобретет характерный цвет. Ну, это гормон омоложения. Устица реагирует на два гормона. Один из них говорит, что все хорошо, работает корень, все замечательно, можно открыть устица и испарять воду. Другой, это абсцизовая кислота, говорит, что вода пришла из НЗ, то есть это неприкосновенный запас, это какой-то орган себе во вред поделился листу, и он говорит, что вот эту воду лучше бы не испарять. Вот вода, которая приходит в лист, она разная. Если она хорошая, из корня, то она подкрашена цитокинином. А если она такая вот из запасов, из запасников, то она получив сигнал, что все из корня, открывается и начинается испарение воды. А получив сигнал, что эта вода из неприкосновенного запаса, закрывается и начинает экономить. Ну и в зависимости от того, кто победит, или больше цитокининов, или больше абсцизовой кислоты. И устица так вот на них реагирует. Ну реагирует, правда, не так быстро, как на экране, надо, ну хотя бы полчасика, или там часа полтора на то, чтобы совершить устичное движение. Цитокинины и ауксины взаимодействуют друг с другом. Вот это опыт, где добавляли разные концентрации цитокининов и ауксинов. Если в пробе есть цитокинины, то растение думает, что у него есть корень, а не хватает листьев и побегов. Вот видите, развиваются побеги, листья, там есть цитокинины. Если наоборот в пробе есть ауксины, а нет цитокининов, что растение думает? Есть листья и побег, а не хватает корня. Вот такие вот пушистенькие, мохнатенькие, это корневые волоски, корни полезли из кусочка растения. А вот если дать и цитокинины, и ауксины, то возникнет калусная масса. Вот ее мы уже показывали, вот она в правом нижнем углу, 4 чашки Петри с калусной массой. На самом деле калусная масса может образовываться и просто на обычном побеге. Если его срезать, то для залечивания ранки сначала надо закрыться клеточной массой, вот таким калусом. Ну, если у человека что-нибудь порезать, то все быстро заполняется соединительной тканью, остается рубец, и там другие ткани возникать не могут. А у растения после образования калуса, оно может из калуса сделать все, что хочешь. Надо проводящие пути, проводящие пути, надо закрыться какой-нибудь корой, делается кора, надо сделать там запасающие ткани, запасающие ткани. Представьте бы у человека как хорошо было, никаких инфарктов, все залечивается, все ткани потом обратно вырастают как новенькие. И калус позволяет делать прививки, когда два растения образуют калус, и потом из этого калуса образуются связи между ауксины и цитокинины позволяют сделать такую технологию как биотехнология инвитра. Инвитра это означает в стекле. Ну вот здесь вы видите такие растения, которые выращиваются в стекле. Воздействуя ауксином и цитокинином можно добиваться то развития побега, то развития корня. Ну картошку наверное многие сажали, я боюсь спрашивать, потому что сажали, да? Какой урожай с одной картофель на в конце года в штуках? Сколько штук? Штук шесть. А если вместо с молочевкой посчитать? Совсем 12, 10, да. культура инвитра позволяет размножить растения картофеля ну примерно в семь раз за две недели. Из одного сделать семь. Соответственно за месяц сколько получится? Ну кась. 14, 70 еще. Как посчитать? Что за две недели из одного вырастет семь, а за следующие две недели 49. Вот это правильная цифра. Из каждого еще по семь. То есть за месяц мы можем сделать ну примерно 50 растений. Ну и дальше как как бы следующие две недели это 350 растений и так далее. За год можно получить фантастическое количество растений. Представляете какой мощный метод? Это не ГМО это называется микроклональное размножение. Генетической модификации при этом не происходит. Просто мы действуем гормонами и гормоны направляют развитие этого растения. Само оно никак не меняется при этом. Просто оно размножается. Ну размножается в пробирках и это позволяет ускорить размножение очень сильно по сравнению с открытым грунтом. Потом можно обратно вернуть из пробирок посадить в грунт. Это надо например если появился какой-нибудь новый супер пупер сорт картофеля который принимают на чипсовом заводе с таким размером клубня ровненький красивенький без глазков когда жарится он не темнеет и все фермеры мечтают засадить поля именно вот этим сортом потому что на заводе это принимает вот тогда можно затеять такую технологию всем фермерам быстро хватит потому что технология позволяет быстро все размножить вредители и болезни растений тоже осваивают потихонечку физиологию растений и их гормоны вот здесь перед вами правда зимняя фотография так называемой ведьминой метлы ведьминой метла потому что очень много мелких веточек вот не заболевший нормальный побег снизу а сверху заболевший кроме того поскольку в нем было очень много цитокининов листья не старели до самого самых заморозков и они не отвалились они почернели только потому что их ударило морозом гриб который живет внутри этого растения вырабатывает много цитокининов туда стекаются питательные вещества со всего растения а грибу этого и надо что его начинают кормить вместо того чтобы кормить собственные корни гриб лучше питается и вот таким образом обманывает растения вот есть такие образования которые называются галлы галлы могут вызываться очень многими насекомыми нематодами могут вызываться какими-то клещами и так далее секрет в том что в слюнных железах вырабатываются цитокинины и личинка поедает ткань листа еще обмазывает слюнями окружающие клетки обмазанные клетки начинают быстрее делиться и туда же притекают питательные вещества становится более сладкое более вкусно и заодно получается домик вокруг личинки ее никто не может съесть внутри галла то есть пока не выберется насекомое наружу уже взрослая летучая какой-нибудь личинка оказывается защищенной галлы могут быть сверху листа с нижней поверхности в толще листа в черешках там в плодах это уже как кому нравится есть туча совершенно насекомых и других организмов которые образуют вот такие галлы за счет выделения цитокининов ну вот это тоже такое заболевание связанное с цитокининами такое искривление побегов листьев и всего такого прочего это актиномицеты которые поселились внутри растения растение болеет хронически но это заболевание не очень опасно другие растения как бы не заболевают от заболевшего это надо долго стараться чтобы заболевание перешло от одного растения на другое вот получаются такие вот витые побеги иногда растение выздоравливает и тогда побеги и листья получаются ровные когда инфекция закончилась ну такие формы привлекательные многие кажется вот так прикольно вырасти что-нибудь такое извитое необычное такие растения вот продают часто ну наверное такие листья тоже все видели да вроде бы он желтый а по краям зелененький летом на этом месте жили грибы мучнисто-росяные и выделяли цитокинин когда пришла осень гриб заставлял растение заниматься фотосинтезом кормить его сахарами и это произошло вот вплоть до отваливания листа даже уже лист лежит продолжает подкармливать гриб за счет фотосинтеза потому что гриб выделяет цитокинин растение думает что вот надо в этом месте заниматься фотосинтезом там где гриб не поразил вот этого части она пожелтела и отдала питательные вещества в стебель растения ну и наконец про растение ГМО оказывается растения болеют раком этот рак называется болезнь корончатого галла сначала микробы поражают это место в растении начинается разрастание тканей но они впрыскивают свою ДНК в ДНК растения хозяина и вот эта опухоль это генетически модифицированные клетки даже если мы бактерии убьем опухоль будет продолжать расти как опухоль то есть это не вызывается вот тем что присутствует бактерия а это возникает потому что произошла генетическая трансформация вот на основе агробактерий созданы технологии получения ГМО про которые спрашивали гибериллины как вы помните это гормоны которые вырабатываются в листьях они были открыты тоже в связи с изучением заболеваний растений вот в Японии есть такое заболевание называется бешеные проростки бешеные они потому что когда высаживают рассаду вдруг какая-то рассада становится очень длинной опережает в росте ну казалось бы хорошо ничего хорошего потому что стебли становятся хрупкими пыльца не вызревает дальше стебли ломаются здесь вы видите поздние стадии листья подгнивают образуются спороношения и урожай это заболевание при заболевании это все не приносит ну и соответственно когда начали выделять гриб то его назвали гиберелла делали это в Японии поэтому вот около какой-то фуджи-курой не возле фуджи-ямы а возле фуджи-курой выделили вот этот гриб дальше стали анализировать а почему проростки бешеные и оказалось что гриб выделяет вещество которое ускоряет рост растений здесь перед вами вот такой один из ранних опытов гриба не добавляли а добавляли вещества из гриба и получилось чем больше мы добавляем тем сильнее растут проростки ну оказалось очень такое скрученное соединение которое назвали в честь гриба гриб был гиберела назвали гиберелин а потом оказалось что гиберелин есть и в растениях они немножечко отличаются ну можно так навскидку попробовать найти отличия в этих крученных молекулах кто какие видит такое упражнение на внимательность они под номерами видите третий первый четвертый розовый кислород четвертый без кислорода слева справа разное содержание кислорода вот здесь кислорода нет здесь кислород есть а еще здесь двойная связь а здесь связь одинарная да так что все нашли действительно так на самом деле этих соединений известно уже больше двухсот гиберелинов но самые важные первый и четвертый а третий он вырабатывался в грибах гиберелины вызывают растяжение междоузлей для того чтобы листья расставились друг от друга вот вы видите нормальная капуста слева а справа дядечка держит капусту который регулярно опрыскивали гиберелином выросла капуста большая прибольшая ну наверное оттуда идет сказка о волшебных бабах что если прыска гиберелином то они вырастут до неба ну правда должна быть хорошая очень опора иначе все повалится ну и когда почки просыпаются на самом деле в них начинает синтезироваться гиберелин все органы в них уже есть есть листья есть междоузли и надо только все расправить и растянуть вот этим и занимается гиберелин он растягивает междоузли и листья оказываются на некотором расстоянии друг от друга те листья которые не синтезируют гиберелин это почечные чешуи тем незачем расставляться друг от друга они просто отвалились и образовали такое почечное кольцо много-много рубцов а вот это фотосинтезирующий лист с одним крупным таким огромным рубцом следующий где-то очень высоко над слайдом у некоторых растений гиберелин вызывает зацветание то есть сначала образуется розетка междоузли коротенькие а потом розетка синтезирует гиберелина побольше и растение переходит к цветению растягивает междоузли и дальше цветет то есть гиберелин может вызывать цветение растений ну все наверное знают что морковка это двулетняя культура в первый год образуется корнеплод а на второй год морковка цветет цветет она благодаря тому что в морковке появляется гиберелин если вы на первый год начнете обрабатывать морковку гиберелином то она зацветет на первый год ну и соответственно если двулетнее растение цветет первый год то значит у него какой-то гормональный сдвиг вот здесь перед вами капусты снизу какая-то капуста цветная еще какая сейчас белокочаная цветная цветная вся брокколи еще есть зелененькая фиолетовая и белая это цветная капуста а зеленая это брокколи они цветут на первый год то есть они могут синтезировать гиберелин в первый год своей жизни а не на второй и из-за этого они вот так вот цветут гиберелин синтезируется при прорастании семян тоже в семени все есть почечка листочки надо это все расправить выпрямить и растянуться ну и заодно гиберелины способствуют мобилизации запасных питательных веществ обычно эти вещества нерастворимые а чтобы перейти в растворимую форму нужно как бы мобилизоваться и дальше этот раствор переходит к кончику корня к кончику стебля и растения используют запасы семидолей если намочить семена в гиберелине то они начинают прорастать раньше это используется при проращивании семян злаков так что-то нам плохо это все делает ну в общем вода поступает внутрь зародыша зародыш синтезирует гиберелин этот гиберелин отправляется на край зерновки и там есть такой аллеероновый слой аллеероновый слой вырабатывает ферменты которые перерабатывают крахмал и крахмал превращается в смесь мальтозы и глюкозы дальше мальтоза и глюкоза впитываются зародышем на самом деле человек на этом этапе часто зашпаривает семена бросает в какой-нибудь чан сладкие вещества глюкоза и мальтоза вывариваются и получается масса которая называется солод ну чем дольше этот солод варится тем он темнее становится солод используется в самых разнообразных отраслях промышленности вот например квасное сусло оно основано на солод варивании таком вот зерен злаков пивное сусло есть которое дальше используется в производстве пива и солод используется в производстве карамелей и разных тягучих масс потому что глюкоза и мальтоза делают не кристаллики а делают такую вот тягучую карамельную массу ну и если вы посмотрите в шоколадные батончики еще во что-то посмотрите обратите внимание что часто это с использованием солода солод получается из ячменных зерен пшеничных зерен и некоторых других ну и возникает вопрос а как сделать из плохих семян хороший солод вот если зародыш погиб и не может вырабатывать гиберлин как же в этом случае сделать хороший солод ваше предложение искусственно помочь обработать гиберлин гиберлин и тогда даже если есть кусочек зерновки там оно поломано это семя то тогда все равно произойдут все эти процессы и образуется солод гиберлин широко используется при выращивании винограда вот слева это нормальный размер ягод а справа это то что с обработкой гиберлином часто при этом также исчезают семена из винограда то есть был косточковый сорт а при регулярной обработке гиберлином косточки могут исчезнуть но это очень ценится для столовых сортов винограда чтобы ягода была крупная и без косточковая ну вот это вот один из сортов наверное нормальный размер ягод вы не видели а в супермаркете видели уже такую вытянутую ягоду вытянута она благодаря гиберлину кроме того гиберлин растягивает кисточку и она получается не такая плотная ягоды не лопаются при созревании при выращивании урожая гиберлином обрабатывают до 7 раз ну опять же мы обманываем растения сахаристость становится ниже цветность становится ниже и как-то вот урожай становится более кислый менее сладкий а ну поскольку гиберлин вырабатывается внутри растения то он как бы тот естественный гормон на нас особо и не действует он предназначен для растений можно сделать наоборот взять вещества которые тормозят рост и тогда у нас получатся искусственные карлики ну вот например все видели горшки в котором много-много цветков не видно даже листьев потом человек приносит их домой начинает ухаживать и вдруг раз большой побег пошел второй большой побег и оказывается что это огромное растение оно вовсе никакой не карлик перед продажей его обрабатывали ретардантом и ретардант не дал синтезироваться гиберлином оно осталось компактное потом он перестал действовать гиберлин синтезируется и растение стало огромным ну бонсай вы знаете что это такое да растение которое растят по 100-300 лет можно не мучиться 100-300 лет а просто опрыскать ретардантом и растение будет казаться что оно бонсай ну например так делают в Голландии фикусы бонсай дальше человек опять приносит его домой и оказывается что это вовсе никакой не бонсай ретардант перестал действовать и оттуда могучая ветка фикуса фикус-то знает что он должен быть 10-метровым деревом а тут его химией сделали искусственным карликом ну голландцы говорят а что приходите еще раз в магазин покупайте новый бонсай пока действует ретардант будете им любоваться а этот уже у вас из бонсая превратится в огромный нормальный фикус ну на этом у нас с вами перерывчик некоторый мы да у нас с вами Продолжение следует...